Статья из группы ВВК «Большая игра. История общества и искусства» за 17 сентября 2018 года. Как танкер советская нефть спасал французов. Забытый подвиг советских моряков. На самом деле история не веселая, полная трагических моментов и примеров отчаянного героизма. История о том, как экипаж танкера советская нефть, рискуя собственными жизнями, спас 438 человек с горящего французского лайнера Жорж Филиппар. Подобно тому, как подвиг ледокола Красин записан в аналах исследований Арктики, действия экипажа танкера советская нефть найдут свое место в ряду бессмертных примеров мужества. В 2 часа ночи, 17 мая 1932 года, танкер советская нефть принял сигнал от смотрителя гвардафуйского маяка на траверзе мыса Гвардафуй терпело бедствие большое судно. Примерно в это же время вахтенные матросы танкера заметили слева по курсу на расстоянии 15-17 миль яркую точку в ночи. Точка росла и увеличивалась в размерах. Наконец, стали видны языки пламени. Приблизившись, советские моряки узрели ужасную картину. Французский комфортабельный теплоход Жорж Филиппар, что обогнал их накануне, теперь превратился в огненную ловушку для сотен его пассажиров. Пламя уже поднялось выше матч. Матч в бинокль было видно, как из иллюминаторов. По связкам простыней спускаются в воду люди. Лайнер не подавал сигналов СОС и не отвечал на запросы по радио. Теперь решение оставалось за советскими моряками. Один из лучших круизных лайнеров своего времени Жорж Филиппар водоизмещением 21 тысяча тонн. Плавательный бассейн из голубого мрамора. Гараж для дорогих автомобилей не менее дорогих гостей. Теннисный корт. Каюты первого класса с видом на море. Капитан танкера А.М. Алексеев срочно собрал экипаж. На горизонте горящее судно. На сигналы не отвечает. Вы сами видите пламя. Считаю своим долгом заявить, что международная практика торгового мореплавания не считает нефтеналивное судно обязанным оказывать помощь горящим судам. Ни один из наших 18 танков после сдачи бензина во Владивостоке не дегазирован. Вы сами понимаете, чем мы рискуем, приблизившись к этому плавающему костру. Мы вправе пройти мимо. В этом районе много судов, идущих к Суэцу и из него. Видимо, кто-то из них уже получил в СОС и идет на помощь. Если мы пройдем мимо, закон будет на нашей стороне. Но мы пока ближе всех к горящему судну. Там сотни людей. Я принимаю решение идти к горящему судну. Ваше мнение. Прошу высказываться. Решение было поддержано единогласно. Спешим на помощь. Советские люди не могли поступить иначе. В 4 утра танкер подошел к месту катастрофы и начал операцию по спасению пассажиров и членов экипажа горящего теплохода. Матросы быстро задраивали горловины танков, готовили пожарные насосы, спускали за борт шлюпки и вываливали трапы. На палубе сложили гору спасательных нагрудников. Судовой лазарет приготовился к приему пострадавших. Первая шлюпка под командованием второго помощника В.К. Шабля отчалила во мглу аравийской ночи. Грибцы изо всех сил налегали на весла. Ветер 6 баллов. Волнение моря 5 баллов. Спустя 20 минут шлюпка возвратилась с первой семеркой спасенных. Следом подошли новые шлюпки. В них раненые, обожженные и испуганные люди. Среди спасенных оказалась пятимесячная девочка, привязанная к спине отца французского пекаря. Матросы укутали промокшего ребенка, а доктору Александру Вьюнову стоило больших усилий вернуть малютку к жизни. Судовой лазарет был переполнен. Мест не хватало. Пострадавших размещали во всех помещениях, кубриках, столовой. Многие спасенных были полуодеты, многие были раздеты совсем. Моряки танкера отдавали им свои личные вещи. Отдали весь запас продовольствия и пресной воды. За последующие 4 часа моряки советской нефти эвакуировали с горящего лайнера и подняли из воды 4 сотни человек. В последний, к горящему Филипару, подошла шлюпка под командованием старшего помощника капитана Григория Голуба. Гибнущий лайнер с сильным креном на левый борт был охвачен пламенем от бака до кормы. В шлюпку спустились 8 французских моряков, в их числе капитан Вик, получивший сильные ожоги лица и ног. Прибыв на танкер, капитан Вик доложил, что на его судне более не осталось живых. Но где-то в море должна находиться еще одна шлюпка с пострадавшими. С Жоржа Филиппара успели спустить 5 шлюпок, но на борт танкера подняли только 4. Поиски продолжались все утро. Наконец обнаружили пустую шлюпку. К счастью, находившихся в ней людей уже спас сухогруз контрактор, прибывший к месту бедствия в 6 утра. С рассветом к спасательной операции присоединился другой британский пароход «Масуд». Англичанам удалось спасти из воды еще 260 человек. Спасательные работы завершились после полудня, и танкер «Советская нефть» взял курс на Аден. На следующий день после трагедии к советскому танкеру подошел теплоход «Андре Лебон» с поднятым на мачте советским флагом. Французские моряки восторженно приветствовали героев, которые, невзирая на опасность, оказали помощь их землякам. Перед посадкой в шлюпке французы обнимали своих спасителей. Пекарь Пьер Реналь, отец той самой пятилетней, а пятилетней, а не пятимесячной малышки, впоследствии вспоминал, что, перейдя на «Андре Лебон», никто не уходил из палуб в каюты, даже раненые. Все стояли и смотрели вслед удаляющемуся советскому танкеру, пока тот не скрылся за горизонтом. Горящий Жорж Филиппар продолжал свой неуправляемый дрейф в Аравийском море еще в течение трех суток. Наконец, 19 мая все было кончено. Судно затонуло в 145 милях от мыса Гвардафур. Жертвами морской трагедии стало 90 человек. Впоследствии французской комиссии так и не удалось выяснить точной причины катастрофы. Пожар возник в одной из кают первого класса и стремительно распространился по кораблю, благодаря работавшим на полную мощь кондиционерам и многочисленным предметам интерьера из горючих материалов. Отключились генераторы и вышла из строя радиостанция. Радистам так и не удалось передать сигнал СОС. Единственное, что установлено, за предшествующие трагедии дни пожарная сигнализация лайнера срабатывала 8 раз, без каких-либо признаков возгорания на борту. Согласно одной из теорий, кто-то намеренно вывел сигнализацию из строя, а затем устроил поджог. Так это было или нет, вряд ли кто теперь узнает. Океан надежно хранит свои тайны. Люди и корабли. Новость о подвигах экипажа советской нефти добралась до СОЭЦа быстрее самого танкера. Судно было вне очереди пропущено СОЭЦским каналом. А поднявшийся на борт представитель компании Мессажери Меритим, той самой, что принадлежал погибший лайнер, вручил капитану Алексееву именной секстант и золотые часы. Впоследствии посол Франции в СССР наградил орденами и медалями почетного легиона 11 членов экипажа. Решением французского правительства танкеру «Советская нефть» было предоставлено бессрочное право беспошлиного захода в любой из французских портов. Танкер «Советская нефть» прослужил еще долгих полвека. Он успел принять участие в Великой Отечественной войне в роли вспомогательного судна Черноморского флота. Доставлял бойцов и военную технику в осажденный Севастополь. Перевозил в своих танках румынскую нефть. Был торпедирован, посажен на мели, некоторое время использовался в виде заграждения. Прибыв в 1947 году на Дальний Восток, танкер получил повреждения при детонации взрывчатых веществ на борту парохода «Генерал Ватутин» – инцидент в порту Нагаева. Но был спасен и числился в составе Дальневосточного морского пароходства до 1984 года. «Как танкер советская нефть спасал французов» – забытый подвиг советских моряков.